Прямо сейчас мы находимся в Италии, дома у божьих людей апостол Владимир и Виктория Мунтян. На дворе конец октября, и это то самое время, когда в Италии начинается сезон сбора оливок. И сегодня мы узнаем, чем же особенны именно эти оливки и как создается Илей Помазания. Давайте, пойдем. И мы можем уже начинать этот процесс сбора оливок. Скажите, что вы будете делать сегодня? Сегодня мы будем собирать оливки. Отлично! Чем же эти оливки считаются самыми лучшими и особенными? В этом регионе лучшие оливки в мире. Те, которые собирают здесь, они очень ценятся. И для этих людей в этом районе оливки – это золото. Я слышал, что эта зона является заповедной зоной. Да, потому что в этой местности самое хорошее масло в мире. И сколько раз в году собираются оливки? С этого оливкового дерева раз в году. Только один раз в году? Да, и каждый год приходится работать и обрезать. Бог, представляете, подарил нам этих несколько гектаров оливковой рощи. Вы только посмотрите на эти оливки. Посмотрите на эту красоту. Именно с этих оливок будет производиться Илей. Илей, за который молился апостол. Еще до того, как эти оливки начали расти. Посмотрите, какие они сочные. Какие они красивые. И дальше вы увидите, как из этих оливок будет производиться Илей. За который еще дополнительно будет молиться наш апостол и Виточка. Дорогой Бог, мы благодарим за этот день. Благодарим, что ты дал нам такую рощу оливковую. Столько гектаров земли. И благодарим, что сегодня классный день. И мы можем собирать этот урожай. Дорогие друзья, смотрите, Бог подарил нам такое невероятное оливковая роща. Вы просто посмотрите, не видно конца и края. Вы представляете? Это оливковая роща. Она находится в заповедной зоне. И здесь производится самое качественное масло в Италии. Это нам напоминает Гефсиманский сад. Это тоже был сад, засаженный оливковыми деревьями. Иисус ходил по этому саду. Он ходил и молился Богу Отцу. Он проводил время с Богом. Это невероятно. И удивительно, что этот сад, где ходил Иисус, это была именно оливковая роща. И сегодня мы узнаем, как из этих оливок создается илей помазания. Давайте приступим к первому этапу сбора оливок. Сперва на землю накладывается вот такая сетка. Вот посмотрите. И эта сетка, самое интересное, они прямо огромными территориями накладываются вплоть до самого дерева. Вот так. И оливки потом вытрушиваются на эту сеточку, чтобы ни одна оливка не потерялась. Здесь невероятная атмосфера. Потому что каждое дерево, каждая оливка, она пропитана вот этой силой молитвы. Апостол Виктория, они ходили по этому саду. И они думали, молились за эти сотни тысяч людей, которые страдают от разного рода проблем. Вы только представьте, есть вот эта болезнь, рак, есть туберкулез, ВИЧ, есть проблемы с душой, депрессия, бессонницы, множество проблем. Люди страдают в этом. Есть проклятие прямо на домах. И вы только подумайте, что за каждой этой проблемой стоит какой-то демон, какой-то бес. И вот апостол, Виточка, они ходили по этому саду. И они молились, они воевали. Воевали за каждый дом. Воевали за каждого человека, который будет брать этот елей в руки. И они переживут свое чудо, свой ответ. Люди, которые будут мазать этим елеем конкретно свое тело или своих близких, а также дома, на которых проклятие, или родовые проклятия, или наведенные, чтобы люди могли получать свое исцеление. Это невероятно. Я только одни мысли об этом, и ты уже переживаешь. Вау, такое присутствие Бога. В Италии именно процесс сбора урожая происходит всего лишь один раз в год. И здесь передается прямо традиция такая, что из семьи в семьи это все нужно уметь, как правильно делать. Надо знать правильное время, надо знать все нюансы. Вот даже знать этот момент, что, к примеру, вот мы сейчас собрали их, да? Если слишком много удержить оливок, то получится масло не того качества. И представьте, вот эти все нюансы, люди, профессионалы, они знают, и прямо сейчас они собирают вот оливы, из которых произведется это масло, из-за которого я, знаете, как говорю по секрету, что еще апостол, еще из-за масла будет отдельно молиться. и вы сможете получить этот илей у себя дома. И вот, смотрите, при помощи вот этого инструмента воздух выходит под давлением и вытрушиваются оливки. И давайте сейчас мы прям покажем, как это происходит. После того, как маслины были с тем инструментом, который мы все вместе видели, они падали на эту сетку. Вот они собираются здесь, посмотрите, посмотрите, сколько маслинов, да? Представьте, маслины будут отвезены вот в эту мельницу, они будут отделены от листьев, и там уже воспроизведется само масло. И вот уже прямо сейчас мы загружаем собранные оливки и едем на мельницу. Оливковое дерево в среднем живет до 500 лет, да? Срок ее, так скажем, жизни. Но некоторые деревья проживают аж до полтора тысячи лет, говорят. Представьте, какая красота! Это зона, где находится наша оливковая роща. Вы даже можете посмотреть, да, что эта зона, она как заповедник. И Бог подарил, Бог благословил нашего апостола Виточку. Этой оливковой рощи. Чтобы у нас был собственный, собственный вообще производочный такой механизм по нашему елею, который именно с тех оливок, которые молились божьи люди. И вот мы уже прибыли на той самой мельнице, где и будет сдавлено оливковое масло из наших оливок. Идем с нами! Чао, Лудовико! Чао, Лудовико! Как дела? Бенисимо, бенисимо! Это наш друг Лудовико. Он помогает, руководит по этому самому процессу, по собранию оливок, по сдавливанию оливкового масла. И Лудовико работает в этой сфере уже где-то больше 10 лет. И он такой, несмотря на то, что он такой молодой, он очень хорошо знает свое дело. И он сегодня сделает нам экскурсию по этой мельнице и объяснит все процессы. Его выгружают здесь, загружают на эти лесенки и вносят внутрь. Выполняется первоначальный процесс очистки от листьев. Оливки и листья отделяются. А затем мы идем и посмотрим всю работу внутри. Как только продукт поступает и вносится в эту машину, он шлифуется вот этим инструментом. Здесь внутри находится мясорубка, а затем ее помещают в этот резервуар. И вы видите, что когда ее смешивают здесь, она становится оливковой пастой. Чтобы довести ее до нужной температуры и затем обработать, она выдерживается около 45 минут, а затем попадает в сепаратор, который отделяет твердые частицы от жидкости, который удаляет косточки и остается только масло. И после того, как оно будет очищено и осмотрено, оно переливается. И вот отсюда выходит масляная паста и очищается. И это оригинальное масло. И это оригинальное масло. И это оригинальное масло. Много христиан. Можете ли вы объяснить, каким символом является олива для христианского мира? Это был продукт, который мало кто мог себе позволить. Продукт высокого качества, продукт процветания и здоровья, продукт благополучия. И это символизировало очень много. Люди, имевшие возможность, даже погружались всем телом в амфоры, наполненные маслом, потому что оно было полезно для их здоровья. Это был продукт, полезный для желудка и кожи, чтобы люди держались вместе. И в этом ценность оливкового масла. И сегодня мы услышали столько интересных фактов. Мы увидели вообще вот эти все процессы, и я вижу из всего этого, что, знаете, как все, что связано с оливками, это вот, да, к примеру, представьте, оливковое дерево растет от 500 до 1,5-2 тысячи лет, да? И она не боится никакой какой-то плохой погоды, ветра. Она просто растет и приносит свой плод. И этот плод помогает людям. И представьте, я смотрю, жизнь нашего апостола и виточки, она похожа, как, вот знаете, как вот это оливковое дерево. Несмотря ни на что, они продолжают год за годом идти вперед. Они умножаются в плоде. Видим постоянно этот рост. Они проходят все испытания достойно. Они вот получают это благословение. И мы видим, как через них исцеляются люди по всему миру. Тысяча и тысяча людей принимают свое исцеление. Здравоценные братья и сестры, я вас приветствую. Вы знаете, у нас радостная новость. Оливковая роща, наша оливковая роща в Италии дала свои первые плоды. И уже сейчас у нас есть готовое масло. масло, за которое мы с Викторой молились. Ходили посреди этих деревьев, масличных деревьев. И умоляли Бога, чтобы это помазание, оно уже тогда действовало, когда эти маслинки были еще совсем маленькие. Это так здорово, вы знаете, понимать, что это масло промолено еще с того времени, когда еще не было даже зрелым ни одна маслина. Не была зрелой. Но вот теперь у нас есть это масло. И вы знаете, сейчас я молюсь за это масло. Я молюсь за то, чтобы сегодня каждый человек, который возьмет это масло и помажет, помажет себя, помажет свой дом, помажет свою семью, помажет, возможно, свою постель, а кто-то помажет свои вещи. Но чудо должно произойти, потому что масло, елей, он символизирует силу Святого Духа. Он символизирует настоящее помазание. И вы знаете, в Ветхом Завете выливали целый кувшин масла на голову человека. Сегодня мы, знаете, делаем немножко по-другому. И у нас всегда есть масло, которое находится вот в таких вот бутылочках. Посмотрите. И этой бутылочки ее хватает на целую неделю. И Давид говорит, Бог помазал меня свежим елеем. Знаете, ни в коем случае нельзя, чтобы масло стояло долго, чтобы у него появлялся какой-то запах. Нет. Вот сейчас, в этот момент, посмотрите, мы читаем, что говорит Марк в своем Евангелии. И он говорит такие интересные слова в шестой главе. Он говорит, они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. И многих больных мазали маслом и исцеляли. Подумай только, насколько это потрясающе, когда ты понимаешь, что апостолы, они брали масло и этим маслом они мазали больных и больные люди исцелялись. Мы видим сегодня и слышим, сколько свидетельств, сколько людей, тысячи людей с ними рассказывают о том, как помазавшись маслом или помазав своего мужа или помазав своего ребенка, они видят, как останавливаются эти опухоли и исчезают, как исчезают разные рода болезни. Потому что это из Библии вещи брали, опоясание Павла, разную материю и, знаете, самое главное, елей. И я знаю, что сегодня это будет ответ, конкретный ответ для кого-то. Ответ настоящий. Однажды, вы знаете, у нас была проблема в Крыму и мы столкнулись, знаете, с людьми, власть имеющими. Это было время, когда Крым был Украина и мы верим, что он и сейчас Украина. И тогда областной прокурор, он не хотел, чтобы мы строили свой дом в заповедной зоне поляня сказок. И вы знаете, я пробовал разные методы, как повлиять на эту ситуацию, но ничего не получалось. А потом послал помощницу. И помощница, приехав туда, просто проронила нечаянно слова, что, ну, милость Божья велика. И он сказал, что, что? И говорит, я свою дочку, я ее возил в Израиль, возил ее в Германию, возил везде, чтобы ее вылечили. У нее опухоль на ноге, у нее растет нарост опухоль, огромная опухоль. И она, говорит, растет быстро, и никто не может ничего сделать, ни доктора, никто. Говорит, я построил уже несколько церквей, построил полностью, но ничего не происходит. Она говорит, я вам привезу платочек, за который помолится человек, который помазан Святым Духом. Вы его приложите к ноге своей дочери, и она исцелится. Он говорит, ну, давай посмотрим. Она взяла платочек и пришла ко мне. Я помолился за этот платочек, и она поехала к нему. Когда она отдала этот платочек, он приложил к дочке, приложил прямо к ноге, и эта опухоль просто остановилась. Нарост остановился. Остановились все абсолютно вот эти вот проявления заболевания, и все стало исчезать. Он после этого нам, как говорится, и разрешился строить, и разрешил, говорит, любой бизнес в Крыму. Говорит, если кто-то вас остановит, вот мои визитки, только скажите, и все. В общем, знаете, я вам хочу сказать, дело не в этом. Мы увидели, как действует елей, а сегодня мы сталкиваемся с каким-то особенным елеем. Удивительно, что мы не искали эту рощу, маслиновую рощу, мы не искали ее. Мы искали место, где бы у нас было для молитвы, и там реальные настоящие горницы, и мы нашли это место. Но потом мы увидели несколько гектаров земли эта маслиновая роща. И это масло считается лучшим в мире по своему качеству. Этим маслом сами итальянцы, люди из других стран, они мажут раны, даже те, которые не знают об этом из Библии. Они в пищу его обязательно капают, чтобы у них все было хорошо внутри. Вы знаете, сегодня Бог делает чудо. И я сейчас молюсь за это масло. Уже в среду вы сможете заказать это масло. Оно уже готово. У нас есть уже 200 литров этого масла. Это просто настоящее чудо, которое дал Бог для того, чтобы явить свою славу, явить свои чудеса. Я молюсь сейчас во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, по слову Твоему, как Ты сказал, многих бесов изгоняли, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Прямо сейчас, Боже, я молюсь за все масло. Масло, которое здесь, масло, которое находится там, Господь, я молю Тебя за эти сотни литров. Господь, я молю Тебя, чтобы Ты простил руку свою, чтобы Ты, Господь, благословил это масло на исцеление от болезней. Сверхъестественное чудо, сверхъестественное чудотворение. Боже, я молю Тебя на разрушение родовых проклятий, на разрушение наведенных проклятий. Боже, я молю Тебя, чтобы Ты простил руку свою и благословил это масло, чтобы в каждой семье, Господь мой, в каждом роду, Боже мой, были разрушены родовые проклятия развода, родовые проклятия непонимания, раздора. Господь мой, пусть на каждом уровне в семье, Господь, будет Твое благословение, на уровне Агапы, Твоей божественной любви, на уровне филиус, дружбы, чтобы было взаимопонимание, сверхъестественно, как подарок от Тебя, на уровне эрос, интимной сферы, сферы Божьей, я молю Тебя, пусть будет Твое благословение. Ты великий Бог, твори чудеса, Ты великий Бог, посредством этого масла, соверши самое настоящее свое проявление в любой сфере, в которой нуждается человек. Мы просим Тебя сегодня, Ты, Господи, Духом Твоим, посети, Господь, эти сотни литров, посети, Господь, эти сотни литров этого масла, Посети, Господь, эти сотни литров масла, которое приготовлено пред лицом Твоим, которого мы не искали, Господь, но которое Ты нам дал. Господь, о котором мы не думали даже, но Ты нам его дал, это Твой замысел. Поэтому мы молим Тебя, Господь, яви свою славу, Боже, и пусть проявится Твоя слава, Твоя сила. Вот через это масло множество, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей придут к Тебе, видя, как другие, они получают исцеление, они получают новую жизнь, разрушается дух нищеты, разрушается всякого рода проклятие. Господи, они спрашивали, почему? И получали один ответ. Это масло, за которое молились. Это масло божественное. И через это люди принимали Господа. Даже те, которые не могли слышать о Боге, они принимали Тебя. Ты великий Бог. Мы молим Тебя сейчас. Благослови, Боже, это масло. Благослови, Господь. Пусть совершатся самые невероятные, величайшие чудеса. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Спасибо Тебе, великий Господь. Мы благодарны Тебе. Мы верим, что это масло, эти сотни литров, Господь мой, они помазаны Тобою. И свершение чудес. Господь, мы обещаем свидетельствовать. Мы обещаем прославлять Твое имя. Мы обещаем, Господь, возвеличивать Твое имя, возвышать Твое имя. Господь мой, а Ты, великий Бог, сотвори чудеса. И пусть это масло дойдет до тех людей, которые никогда бы, возможно, не выжили, никогда бы не смогли остаться в живых. Самые неизлечимые болезни, самые смертельные, самые страшные проклятия преждевременной смерти. Пусть они будут разрушены при прикосновении этого масла во имя Иисуса Христа. Пусть все разводы рухнут при прикосновении этого масла во имя Иисуса Христа. Боже, я молю Тебя во имя Иисуса Христа. Пусть свершится Твое чудо, Боже, я молю Тебя. Проклятие на разуме, я чувствую сейчас и говорю это. Пусть рухнет, пусть придет мудрость от Тебя и благословение в этом масле, Боже. Пусть сегодня проклятие, проклятие недоразвитости, глупости, Боже мой. Пусть сегодня будет разбито, разрушено. Пусть сегодня невозможное станет возможным, несуществующее. Ты называешь существующим, Господь, прикосновение Твоего масла. Пусть совершает чудо, и из невидимого происходит видимое. Я благословляю, благословляю это масло. Пусть сегодня люди увидят и узрят Твою силу. Узрят истинное помазание Великого Бога, сотворившего небо и землю. Благодать Иисуса Христа, проявленную не за заслуги, а за пролитую кровь Иисуса. Спасибо Тебе, великий Бог. Спасибо Тебе. Аллилуйя. Аминь. 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 Аллилуйя. Да благословит Вас Господь драгоценный. Это как эра начинается прекрасного такого момента, времени, когда Бог совершит самые невероятные вещи в Вашей жизни. Вы уже сейчас можете думать, мечтать, как этот псориаз, который передавался из рода в род, как он исчезнет, как эти экземы, они будут исчезать, как рак, который шел по роду, он рухнет. Потому что сегодня мы молимся именно об этом. И люди, которые безнадежно больны, вы должны знать, Дух Святой стоит выше любой болезни. Он сотворил человека. Поэтому он может сотворить новые клетки. Он может сотворить новое тело. Он может возвратить дни юности. Он может возвратить молодость твою. Он может освежить твое тело так, что тебя никто не узнает. Да благословит Вас Бог. И я Вас благословляю именем Иисуса Христа. Да благословит Вас Господь. Этот елей нам по-настоящему дал Бог. Спасибо Ему за это. Аллилуйя. Аминь. 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 Аллилуйя. 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 Аллилуйя.